Я надеюсь, что вы постепенно входите в контекст Книги Деяния Апостолов, и вы запоминаете основные события «Суд над Ананией и Сапфирой» и «Совет Гамалиила», 5 глава, «Избрание первых дьяконов», мы называем их дьяконами, 6 глава, «Проповедь и мученичество Стефана» в 7 главе, «Обращение эфиопского Евнуха через служение Филиппа» в 8 главе, и здесь же начало служения самарянам. Вы можете спросить, какая самая главная, самая важная глава в Книге Деяния Апостолов. Скорее всего, глава 2, «Схождение Святого Духа в день Пятидесятницы». Однако на втором месте, скорее всего, будет 9 глава, «Обращение Савла из Тарса», потому что это обращение имеет величайшие последствия в истории христианства. Если мы с вами изучаем 8 главу, то очень многое мы узнаем о благовестии. Мы видим, как Филипп был послушан голосу Божию, как он подошел к Евнуху, как он использовал Священное Писание сначала, одно место Священного Писания, а потом и другие фрагменты Священного Писания, как он слушал, как он был внимателен, как он пытался почувствовать, что же нужно этому человеку, как он приблизился к этому человеку, начал говорить ему о Христе. Множество, множество можно уроков благовестий из этого извлечь. Однако в 9 главе никакой человеческой методологии нет. Нет методологии, которая привела бы к обращению апостола Павла. Бог сделал это Сам. Иисус сделал это самостоятельно. Я был пастором в Северной Каролине, когда мне было несколько, за 20 или 30 лет. Напротив церкви было имение, владение, и мы с другими членами церкви приходили в этот район и стучали в двери, и пытались рассказать людям об Иисусе Христе. И однажды, после того, как эти попытки были бесплодными 2 или 3 года, однажды один человек пришел к нам в церковь и сказал, «Вы знаете, я живу от вас на другой стороне улицы, и я стал христианином». И я спрашиваю, «Кто из нашей церкви к вам приходил?» «Никто», — говорит он. Я увидел рождение моего первого ребенка и понял, что Бог уж точно есть. Я купил Библию, открыл Библию, стал читать, уверовал и стал христианином. Со временем этот человек стал председателем Совета Диаконов в этой церкви. Но никто из нашей церкви не разговаривал с ним. Мы пытались, но ничего не получилось. Мы стучали, но не достучались. Когда я впервые поехал в Ирак, нас было 14 человек. Мы собрались вместе. Нет, нет, 11 собрались вместе. И 8 из нас были верующие христиане, но по рождению мы были мусульманами. И мы стали разговаривать и обсуждать, как мы пришли ко Христу. Я думал, что эти мусульмане, бывшие мусульмане, скажут о том, что вот мы стали христианами, потому что к нам пришли христиане и засвидетельствовали. Ни один из них ничего подобного не сказал. Ни один из них. Все они пришли ко Христу, потому что Христос привел их к себе непосредственно, напрямую, самостоятельно. Меня это просто шокировало. Я не мог в такое поверить. Было это в 2005 году. Мы знаем о Савле пока только три вещи. Он упомянут три раза всего. И каждый раз мы узнаем о том, что он преследователь, ярый гонитель церкви. В начале 9 главы мы видим, как он продолжает гнать церковь. Он угрожает. Он угрожает ученикам Иисуса Христа убийством. Савл миссионер. Он не готов убивать только в Иерусалиме. Он хочет отправиться и в другие места для того, чтобы гнать и убивать христиан. Ему недостаточно убивать христиан там, где он живет. Он хочет убивать христиан и преследовать христиан в Дамаске. И идет и получает официальное разрешение от первого священника. Идет в Дамаск для того, чтобы приводить христиан в Иерусалим на наказание, на казнь. Он отправляется в Дамаск. Такова его цель. У него конкретная цель. И в 3 стихе мы читаем, «Он увидел свет». Внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему, «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Не знаю, помните вы об этом или нет, из других ваших библейских разборов. Но знаете что? Иисус никогда не задает вопрос для того, чтобы что-то узнать. Иисус никогда не задает вопрос, потому что не знает ответ. Иисус всегда знает ответ на тот вопрос, который задает. Но он порой, он похож на учителя. Учитель задает множество вопросов. Но научитель знает ответы на все эти вопросы. Иисус задает вопрос не для того, чтобы что-то узнать, а для того, чтобы научить. «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Спрашивает он. «Перед нами зарождение идеи церкви как тела Христова». Иисус говорит, «Когда ты гонишь их, ты гонишь меня. Когда ты преследуешь их, ты преследуешь меня». Павел, единственный новозаветный автор, который говорит о церкви как теле Христовой. Христовым ни Петр, ни Яков, ни Иоанн, ни Лука. Об этом не говорят. Только Павел. И, возможно, именно таков был первый урок его христианской жизни, когда он услышал голос, говорящий с небес. Мы с вами задумываемся, как обратился ко Христу великий гонитель. Как? Почему? Да потому что Христос явился ему. Итак, Саул падает на землю и говорит, «Кто ты?» в пятом стихе. Господь же сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь». В седьмом стихе мы читаем о том, что люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видят. В других местах Священного Писания в Деньах Апостолов написано, что они не слышали. Если обратиться к греческому оригиналу, получится, что они что-то слышали, но не поняли. Потом будет говориться, что они не слышали. На самом деле они слышали просто шум, но не поняли речи, не поняли, не разобрали слов. Слышали, но не расслышали. Саул отправляется дальше в город, в Дамаск, и он слеп. Это одно из очень и очень немногих отрицательных чудес Нового Завета. Христос совершил в Своем земном служении лишь одно отрицательное чудо. Негативное. Помните, какое это было чудо? Что Он сделал? Какое отрицательное, негативное чудо совершил Христос? Он проклял смоковницу. Помните этот момент? Это единственное отрицательное проявление Его власти. А здесь перед нами снова негативное, отрицательное чудо. Савл ослеп. Его должны были привести за руку. Он три дня не видел, ничего не видел. Он не мог три дня ни пить, ни есть. Большинство постов в Новом Завете – это воздержание от пищи. Иисус постится в пустыне. Матфея 4 глава. Он воздерживается от пищи. На протяжении 3-3 дней Савл воздерживается и от пищи, и от питья. И это тяжело. В Дамаске был человек по имени Анания. И Господь проговорил в видении Анании. И сказал, помоги, иди помоги, Саула и Старса. Анания отреагировал на это, как отреагировал бы любой человек. В 13-м стихе Анания отвечал, «Господи, ты вообще ничего не понимаешь». Представьте себе такие слова, обращенные к Христу. «Господи, ты ничего не понимаешь. Он негодяй. Он убивает таких людей, как я». Это то же самое, чтобы Бог сказал миссионерам, «Пойдите, найдите Усама бен Ладена и засвидетельствуйте им». Говорит он об этом американским миссионерам, «Ну как так, идти ему свидетельствовать, тебя же просто убьют». Именно так ощущал себя Анания. Но через руку Анании, через свидетельство Анании, через свидетельство христианина, которого Павел Савл пошел преследовать, через свидетельство Анании он получил, Савл получил зрение. Но смотрите, что говорит Иисус о Савле и Старсе, апостоле Павле в 15 стихе. Она не говорит, «Нет, не посылай меня туда, я не хочу туда идти». Но Господь сказал ему, «Иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами и царями и сынами Израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». Пара замечаний по этому поводу. Духовное величие обычно как-то связано со страданием. Человек редко доходит до духовных высот без великого страдания. Был один канадский богослов по имени Тозер. Тозер сказал, «Бог редко использует человека в великих делах, не проведя его через великое страдание». И что же Бог говорит? И что же Иисус говорит? «Я покажу Павлу что? Какие великие дела он совершит, что он будет писать Новый Завет, что самый большой собор Лондона будет назван в честь святого Павла. Или что люди будут Павликами детей своих называть. Вот это я ему покажу?» Нет. Ничего подобного он не говорит. Он говорит, «Я покажу ему, насколько ему предстоит пострадать. Сколько ему нужно пострадать». Страдание можно объяснить только участием в этом страдании самого Бога. Я не могу объяснить вам ваше страдание. Объяснить страдание может только Бог. Только Бог может объяснить страдание Иова. Друзья не могли объяснить Иову, почему он страдает. На это способен только Бог. Ох, недавно у нас в гостях была семья, там у сына серьезные проблемы со здоровьем, ДЦП. Ребенок родился совершенно, должен был родиться совершенно здоровым. Родился он в Англии в больнице, и врач совершил серьезную врачебную ошибку при принятии родов. Теперь ребенок не ходит, не разговаривает и не может работать руками. Он хочет ходить, он хочет разговаривать, но не может, потому что в результате врачебной ошибки, ошибки нанесена травма мозга. Я каждый день молюсь за этого мальчика. Я не могу помочь его родителям, я не могу ему помочь. Нет у меня ни силы на это, ни мудрости на это. Но Бог-то может, Бог может способен им помочь. Бог может сделать страдания выносимым, понятным и показать цель этого страдания. Страдание — это великое испытание. Наша приверженность ко Христу остается лишь теорией, пока мы не пройдем через страдания. Это как обучение воина, солдата, который готовится к битве. Заранее мы не знаем, кем мы будем, героями или дезертирами. Не узнаем, пока в нас не будут стрелять. Вот тогда узнаем. Вот Иисус говорит, я ему покажу, я ему объясню. Я покажу ему, сколько он должен ради меня пострадать. Она не идет к Савлу, возлагает на него руки и говорит, брат Савл. Он обращается к нему, как к обращенному человеку, как к покаявшемуся человеку. И потом пересказывает слова Иисуса Христа. И Савл снова стал видеть, встал, принял крещение и был с учениками. Савл из Тарса был фарисеем. Савл из Тарса был учеником Гамалиила. Того самого Гамалиила, который был членом Синедриона, который обратился к Синедриону в конце пятой главы. Сначала иудейские лидеры посадили Петра в заключение, в тюрьму, и поняли, что он вышел из тюрьмы. Хотя тюрьма была заперта. Теперь они отправляют Савла из Тарса в Дамаск для того, чтобы гнать дамасских христиан. И вдруг понимают, что Савл сам стал христианином. Вы можете себе представить? И даже после этого они не каются. Они решают убить Савла, римское имя которого Павел. Но вот что происходит. Он приходит в синагогу. Савл приходит в синагогу и начинает говорить самую оскорбительную для иудеев особенность христианства. Самую оскорбительную для мусульман особенность христианства. Он – Сын Божий. Он – Бог. Мир готов принять Иисуса Христа как просто доброго, хорошего Учителя. Мир готов принять Иисуса Христа как великий пример для подражания, как великого мученика, как образец любви, образец прощения. Такого Иисуса мир готов принять. Но Иисус – Сын Божий. Иисус – единственный спаситель, умерший за грешников. И Иисус, которого мы провозглашаем, единственный Сын Божий, единственный спаситель мира. Нет, этого мир не принимает. И вот Саввел начинает с самого трудного, с самого непостижимого. Именно с этого начинает свою проповедь Евангелия Иисуса Христа в синагоге. И ученики начинают задаваться вопросом, не тот ли это, кто пытался искоренить христианство? А теперь он пытается поддержать христианство. Теперь он поддерживает христианство. Вот подлинная картина покаяния. Вот подлинное обращение. Вот этот поворот на 180 градусов. Некоторые из вас выросли в христианских семьях. У некоторых из вас не было возможности по-настоящему нагрешить. Вы покаялись. И вы всегда, в общем-то, были более или менее христианином. И вы не заметили большой разницы. Вы знаете, когда я стал христианином, разница была очень-очень-очень большая. Моя жизнь круто-круто изменилась. Как день и ночь. Такая разница. Такая же разница была и в жизни Савла и Старса. 22 стих говорит о том, что Савл более и более укреплялся и приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что сей есть Христос. Знаете, что можно доказать? На основании Священных Писаний можно доказать, что Христос – Мессия. Единственный аргумент против наших доказательств – это догматические предрассуды. Павел доказывал из Священного Писания, кто такой Иисус. И в 23 стихе они решили сделать то, что делали всегда. Переспорить Его? Убедить Его в том, что Он не прав? Нет. Нет, конечно. Они решили убить Его. Они всегда так поступали. Они решили убить Его. Это их ответ на все. Ответ на все аргументы. Так же отвечают сегодня и мусульмане. Убьем Его. Зачем стоять за истину? Зачем защищать истину? Просто убьем Его, и все. Не бойтесь людей, которые проповедуют иное Евангелие. Не надо затыкать им рот. Мы можем выслушивать их аргументы. Пусть они открыты и излагают свои аргументы. И давайте посмотрим, как эти аргументы сопоставляются с христианским Евангелем. Не надо пытаться остановить их. Не надо пытаться причинять им боль. Христианство дает возможность для противостояния, для оппозиции. Именно христианство, именно христианские принципы провозглашают, пусть иудеи строят синагогу, пусть мусульманин строит мечеть, пусть атеист издает свою книгу. Христианство может соревноваться, может конкурировать с другими идеями. Человек, у которого кончились ответы. Человек, который не уверен. Человек, который не может доказать свою правоту, говорит, «Убейте его! Убейте моего оппонента!» И все. Именно так они и поступали. Именно так многие поступают и сегодня. Однако Савл узнает об их замыслах. И он присматривается к тому, что происходит вокруг. В 25 стихе мы читаем о том, что он выбрался из Дамаска, его спустили по стене в корзине. Он, наверное, был маленьким, таким, невысокого роста человеком. Церковное предание говорит, что он был невысокого роста. Он сам говорит об этом во втором послании Коринфянам, 12 глава. Второе послание Коринфянам... Кстати, у Коринфянской церкви была проблема с Павлом, в отношениях с Павлом. Коринфянская церковь была слишком укоренена в эллинизме, в греческой культуре, в греческой философии. В греческой культуре и философии считалось, что вот есть такие люди, герои. Есть такие люди, ораторы. И когда Павел проповедовал в Коринфе, он был совершенно не похож на греческого оратора. И они стали говорить, что он отвратительный оратор. Я не думаю, что это значит, что он скучно преподавал, скучно проповедовал. Нет, скорее всего, это просто значит, что его проповедь не соответствовала правилам греческой риторики, поэтому они его и отвергли. Кто был величайшим героем эллинизма? Пожалуй, основатель эллинизма – Александр Македонский. Но вот что поразительно. Александр Македонский завоевал Дамаск. И для того, чтобы сделать это, он лично перешел через стену. Во втором послании к Коринфянам, когда Павел отвечает на упреки Коринфской церкви, он говорит, знаете, вы правы, я не герой. Я не такой человек, который вам нужен, как вы хотите. Я не такой человек, который считался бы героем в эллинизме. Я не герой, согласно греческим представлениям. Я во мне Александр. Александр прошел через стену, чтобы попасть в Дамаск. Меня же перебросили через стену, чтобы увезти меня подальше от Дамаска. Я убежал из Дамаска через стену. Это своеобразная ирония. Он так разыгрывает их. Значит, первое, что происходит, Павел должен убегать. Кстати говоря, иногда нам нужно противостоять опасности, а порою нужно идти на смерть. Иногда нужно доказывать свою преданность Христу, выходя вперед, зная, что нас могут убить. Кстати, такое иногда может быть только один раз. Нас убить могут только один раз. Но не всегда Божья воля в том, чтобы мы шли на смерть. Когда Иисус посылает 70 учеников на проповедь, он говорит им в 10 главе, 23 стих. Он говорит, «Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой». Он не говорит, «Если вас будут гнать, выходите стенка на стенку, и пусть вас убивают». Он говорит, «Нет». Убегайте, уходите. Иногда Бог хочет, чтобы мы переходили в другое место, в другой город, от тех, кто пытается причинить нам страдания и боль. Именно так и происходит в Дамаске. Наступит время, когда Павел будет идти на тех людей, которые будут пытаться причинить ему боль, в Иерусалиме. Он отправляется в Иерусалим, хотя его отговаривают туда идти. То есть, иногда мы уходим от страдания, иногда мы, наоборот, идем на наших гонителей. Откуда знать, в какую сторону идти? убегать или двигаться вперед? Господь нам покажет. Если мы готовы страдать за Евангелие, то Господь нам покажет, когда принять на себя риск, а когда защищаться. Когда рисковать, а когда уходить. С самого начала своего служения Павел уходит и его спускает через стену. Но придет время, когда он пойдет навстречу своим гонителям. И в конце концов будет убит за веру. И так его спускают через стену в корзине. 25 стих. Потом он прибывает в Иерусалим и старается присоединиться к христианам. Но он приходит в церковь, и богослужения отменяют. Он приходит на собрание, и все разбегаются, потому что ему не верят, потому что никто не верит, что он действительно обратился к Христу. считается, что это заговор, что это ловушка, что это западня. Он пытается присоединиться к ученикам, а ученики от него разбегаются. Они не верят, что он настоящий христианин. Они не верят, что он обратился. Но появляется снова Варнава. Помните Варнаву? Мы давно его уже с вами не видели. Последний раз он появлялся перед нами в 4 главе Деяния апостола. В самом конце 4 главы он раздал все имение своей Иерусалимской церкви. И этот человек оказывается первым христианином в Иерусалиме, уверовавшим, что Саул действительно покаялся, что Саул действительно изменился, что Саул действительно христианин. Впервые, нет, единственный раз, единственный раз, когда я был в Эстонии, было в самом конце советского периода. Я тогда проповедовал в нескольких церквях в Таллине, столице Эстонии. И один из... А, и мне дали переводчика, а лидер методистской церкви сказал, это КГБшник, он не христианин. Со временем оказалось, что так оно и есть. Мой переводчик, тот, кто помогал мне в проповеди, неверующий человек, совершенно неверующий. Время покажет, кто настоящие христиане. Но с самого начала иерусалимские христиане не поверили в обращение Саула. Но Варнава, тот самый имя, которого означало «сын утешения», Варнава сказал, вот он наш человек. Да, он проповедует истину дерзновенно во имя Иисуса Христа. Его тоже пытаются погубить. Значит, наше дело принять, что так и было на самом деле. Его отправляют в Кесарию, его отправляют обратно в родной город, в Тарс, в 30 стихе. 31 стих поразителен. «Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем. И при утешении от Святого Духа умножались». Скоро уже в 10 главе на сцену выйдет снова на сцену выйдет Петр, а не Саула и Старса. В 10 главе Петр будет главным героем. Но к 12 главе мы должны будем попрощаться, практически попрощаться с Петром, и тогда на первый план снова выйдет Саула и Старса, который будет называться теперь Павлом по римскому своему имени. А сейчас, после этого драматического обращения Павла на первый план выходит Петр. Кстати, не знаю, видели ли вы когда-нибудь в своей жизни неожиданное драматичное покаяние. когда я покаялся, моим соседом по общежитию был человек, который был очень и очень далек от Бога. Я покаялся летом, на каникулах. У меня остался еще один год университета. Я знал, что мне предстоит вернуться в общежитие, и что дружбе моей с соседом, глубокой, близкой дружбы, придет конец, потому что он не примет меня как христианина. Потому что то, как мы время проводили вместе раньше, было совершенно не по-христиански. Я с ужасом об этом думал. Думал, ну все, я пойду со Христом, но один останусь. Всех друзей растеряю. Так вот, за две недели до начала учебного года он мне позвонил. Он говорит, можно приехать с тобой поговорить? Я говорю, конечно, можно. И он из Южной Каролины приехал ко мне домой в гости в Джорджио и говорит, ты знаешь, у меня внутри пустота. Я не вижу смысла своей жизни. Я в полном унынии, в полной депрессии. Он говорит, я не знаю, что мне теперь делать, помоги мне. И я говорю, хорошо, помогу. И он тоже покаялся, он тоже уверовал. Но это покаяние было не настолько драматичным, как покаяние Саллы и Старса. А для меня оно все равно оказалось глубоким шоком, потому что я увидел, как быстро Бог привел к себе ближайшего моего друга. Покаявшись перед Христом, я с ужасом думал о том, что растеряю теперь всех своих друзей. Но вот что поразительно. Из 13 моих ближайших друзей в первый год моей христианской жизни 11 покаялись. Бог жив, и Бог продолжает драматичным образом приводить людей к себе. Нерон погубил Павла в Риме, но Бог жив, и Бог приводит людей к себе. Никогда не сомневайтесь в этом. Образовательный ресурс видеосеминарии ТВС это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте 3W tv-seminari.com Итак, Петр приходит в место, которое называется Лида, и знакомится с человеком по имени Эней. Эней в римской литературе великий герой, великий воин. Известная поэма Вергилия называется Энеида по имени Энея. У греков великая поэма Ильяда, Ильяда, а у римлян Энеида. Только этот Эней совершенно не герой, но даже двинуться не может, с кровати встать не может, 8 лет уже не двигается. И в этом месте, в Лиде, Петр к нему приходит и говорит, «Эней, исцеляет тебя Иисус Христос, встань с постели твоей». И он тотчас встал. И видели его все, живущие в Лиде и в Сароне, которые и обратились к Господу. В Иопии находилась одна ученица именем Тавифа. Да, у Петра вы помните два имени, на самом деле даже три имени. Симон, Петр и Кифа. У этой женщины два имени. Иногда ее называют Тавифа, иногда греческим именем Дорка, а в русском переводе Библии Серна. И она была исполнена добрых дел и творила много милосты. Но она умерла. Повы в церкви страшные злые люди. Иногда Бог их не забирает. Например, муж бьет жену, лучше бы Бог его забрал. Бог не забирает. А тут женщина совершает добрые дела и Бог ее забирает. И нам ставится не по себе. Нам это не нравится. Нам хочется, чтобы Бог одного взял, а другого оставил. Но иногда Бог делает все наоборот. Он не устраивает жизни, смерть по нашим предпочтениям. И вот эта великая служительница церкви, которая столько делала для церкви, умирает. И посылают за Петром. Может быть, они только услышали, что только что Петр совершил величайшее чудо из целифония. Может быть, они надеялись, что Петр исцелит или даже воскресит Тавифу. Они не знали, мы не знаем, на что они надеялись, но они послали за Петром. Он приходит в комнату, где она находится, в ней уже нет жизни, она мертва. 39 стих, 39 стих. Все стоят вокруг и плачет. Петр встает на колени и молится. И обратившись к телу, сказал, Тавифа, встань. И она открыла глаза свои. А теперь давайте остановимся на минутку и зададимся таким вопросом. Все эти истории зачем нам рассказываются, для того, чтобы мы поражались и восхищались тому, как Бог давным-давно действовал. Я читаю историю парализованного Энея. Я читаю историю умершей Тавифа. Я читаю о том, как Петр исцелил Энея, и я верю в это. Потом читаю о том, что Петр воскресил Тавифу из мертвых, и тоже в это верю. Я верю, что Петр все это сделал. Но вот в чем вопрос. А мне-то что теперь с этим делать? Мне теперь исцелять больных? Да, есть христиане, которые говорят, да, мы теперь должны исцелять больных. Скорее всего, это не так. Скорее всего, я не буду исцелять, не смогу исцелять больных. Я христианин уже 40 лет, я ни разу не исцелял больных. Может, мне теперь воскрешать людей из мертвых? Некоторые христиане говорят, да, ты должен воскрешать людей из мертвых. Я не знаю, встречали ли они хотя бы одного человека, который воскрешал других из мертвых? Вряд ли. И все же, что же мне теперь делать? Что же вам теперь делать, когда мы читаем эти фрагменты в книге «Деяния апостолов»? Давайте задумаемся. Петр говорит Инея, «Исцелил тебя Иисус Христос». Христос тебя исцелил. Каждый из нас, спасенных, придет в небеса, где нет болезни, где нет слабости, где нет паралича. Христос дарует нам вечность навеки, навсегда. И сегодня нам приходится пострадать, нам приходится болеть. Но когда-то мы будем в небесах. Так вот, что сделал Петр. Он сказал Инею о том, что Христос для него сделал. И это я могу тоже делать. Я не могу человека воскресить, я не могу расслабленного человека исцелить, дать ему возможности ходить. Скорее всего, я не могу это сделать. Но я могу рассказать ему о том, что сделал для него Христос. Что делает Петр, когда приходит в комнату Серны? Он молится о ней. Знаете, что я могу делать? Мне нужно верить, я должен верить, что Петр просил Бога исцелить ее и воскресить ее из мертвых. Могу ли я просить о воскресении? Думаю, что нет. Некоторые христиане говорят мне, ну вот ты не просишь, потому что у тебя вера слаба. Может быть, у меня вера слаба, а может быть, потому что по сравнению с ними я более точно понимаю Новый Завет. Но я вам скажу, нет, я не способен воскресить и не призван воскрешать кого-то из мертвых. Но я призван молиться и призван просить у Бога о невозможном. Петр падает на колени и просит у Бога о невозможном, о воскрешении Серны из мертвых. Да, порою я бываю слабоверным, но все же я могу молить Бога о невозможном. И каждого из вас я призываю, не отказывайтесь просить у Бога о чем-то, даже если это невозможно, даже если раньше такого не бывало. Апостолы не столь многих людей из мертвых воскрешают. Даже об Иисусе мы знаем, что Он воскресил только троих из мертвых. Сын вдовы, дочь Аира и Лазарь. В книге Деяний Петр воскрешает Тавифу Серну из мертвых в 9 главе, и воскрешение совершает также Павел в 20 главе. Из мертвых воскресают два весьма разных человека. Но, хотя мы не ожидаем, что будем совершать чудеса, даже при этом не ослабевайте в молитве, не ослабевайте в прошении Бога о том, что Бог совершал невозможное. Потому что у Бога нет ничего невозможного. Все возможно для Бога, так сказал Иисус. Я верю, что и сегодня, и в наши дни мы должны просить у Бога о невозможном и не уставать в молитве. Петр совершал великие дела. И смотрите, что произошло. Об этом говорится в 42 стихе. Это сделалось известным по всей Иопии. Все люди об этом услышали. И многие уверовали в Господа. Обратите, пожалуйста, внимание. Не все, знавшие об исцелении Энея, не все, знавшие о воскрешении Тавифы, уверовали. Написано, многие уверовали. Нигде не написано, что уверовали все. Нужно запомнить вот что. Чудеса не способны обратить всех и каждого. Многие дети Израиля каждый день ели ману, но так и не обратились к Богу. Многие израильтяне видели 10 казней египетских, но не обратились к Господу. Чудеса обращают не всех. Но эти чудеса Бог использовал для того, чтобы многих к себе привести. Субтитры подогнал «Симон» Симон «Симон»